Давайте, значит, будем начинать. И у нас с вами сегодня обучающий вебинар. Я в двух словах расскажу о том, вообще... А, о, знаете, что я хотела спросить? А тут есть люди, кто вот зарегистрирован в ближайшие, там, допустим, три месяца, может быть, вот в таком плане. Поставьте плюсики, пожалуйста, я на вас посмотрю. Можете даже написать, сколько времени вы зарегистрированы. Вот, идеально. Напишите, пожалуйста, мне в чат сюда, сколько времени вы зарегистрированы, чтобы я сориентировалась. Как вообще, как, как, как? Ага, пошли плюсики, замечательно. Да, либо плюсик, либо сколько вы уже... Замечательно. О, четыре дня. Четырнадцать дней, Ольга, привет. Да, вижу, две недели. Хорошо, тогда давайте будем с вами сегодня знакомиться, постепенно во всем разбираться. Значит, меня зовут Наталья Сорокина, мне 35 лет, я из города Екатеринбург. Я являюсь партнером компании с момента ее основания. То есть уже получается, вот, восьмой год, господи, как это звучит, восьмой год пошел. Вот, если меня вам не слышно или не видно, ребят, перезайдите через Chrome. Я, например, захожу через Chrome, у меня всегда с этой комнатой как-то лучше складываются отношения через Chrome, через браузер. Вот. И, значит, у нас с вами сегодня, да, то есть моя квалификация Grand Premier, это на сегодняшний день на и высшая квалификация в компании. И моя задача сегодня поговорить с вами о том, как наиболее эффективно сработать именно в октябре, да, потому что к нам пришло много новичков, и в нашем бизнесе есть определенная своя специфика, свои какие-то ритмы, да, то есть моя задача с вами этот момент проговорить, чтобы вас сориентировать максимально на, скажем так, максимально крутые классные результаты. Вообще я сама, если бы мне в двух словах сказать, живу я в Екатеринбурге, у меня вчера пошел первый снег, ну, он такой маленький, со слева крупиночки, но, тем не менее, факт уже зафиксирован первого снега. Я занимаюсь уже в 15-й год партнерскими программами, да, то есть вот сетевой бизнес, партнерские программы, все вот это счастье со мной уже 15 лет, и, соответственно, имею опыт абсолютно разнообразный, и этим опытом всегда щедро делюсь. И у нас с вами сейчас наш вебинар, так, у меня где-то был красивый бокал, ладно, за красивым бокалом не пойду, потому что его клининг унилась на кухню, а на кухню, если я сейчас пойду, то это отдельная история, так что простите меня, буду пить как простой человек из бутылки напрямую. А про что я, я иногда забываю, про что я говорила, так что следите, будете мне напоминать. Вот, и, значит, моя задача с вами сегодня где-то вместе порассуждать, да, чтобы какие-то моменты стали для вас очевидными, потому что так надо, или я так сказала, потому что вы сами поняли, почему именно так будет эффективнее сработать. Какие-то моменты я вам просто донесу на уровне моего опыта, да, потому что есть вещи, которые я уже проходила неоднократно, и это дало результат. Поэтому мне очень хочется с вами поделиться вот вкупе всем-всем-всем, что есть. Итак, поехали. У нас с вами начался октябрь, и в октябре у нас с вами... Вообще, что такое октябрь в нашем бизнесе? Давайте вот немножко от этого оттолкнемся сначала, потому что вообще осень, на мой взгляд, это очень классное время пробуждения абсолютно во всех бизнесах, потому что все люди становятся активными, заканчивается лето, заканчивается период отпусков, период шашлыков и так далее, и как-то, не знаю, интуитивно хочется работать. Вот я думаю, что вы тоже это почувствовали, да, что интуитивно хочется включиться, хочется подумать вот о каком-то, не знаю, там, о будущем, о перспективах, потому что летом об этом думать не очень хочется. Летом, в общем-то, все и так прекрасно, и можно где-нибудь прекрасненько, не знаю, возлежать на берегу какого-нибудь прекрасного водоема, и, в общем, летом не так это остро ощущается. Вот осенью, например, лично у меня какой-то бешеный порыв, мне надо обязательно куда-то бежать, что-то изучать, что-то делать, вот, поэтому такое у Мики до сих пор не началось или что-то со связью. Да, у вас что-то со связью однозначно, вот. И вот даже мне Валера написала, что сбор урожая, ну да, сбор урожая – это такая вещь, которая есть, но это уже либо очень у такого, скажем так, взрослого поколения, да, то есть вот эти традиции, там, сбор урожая и так далее, либо же это просто, может быть, ваше хобби, да, вы тут что-то выращиваете, но, скажем так, наши с вами биоритмы, их, ну, как бы, не обманешь, потому что, вот, вроде бы, природа вся, да, засыпает, если бы с точки зрения природной подходить, засыпает, переходит в спячку, а люди переходят в наиболее активный период. И я вам точно могу сказать, что вот период, начиная вот где-то вот, ну, с конца сентября, это очень-очень-очень плодотворный период именно в сетевом бизнесе. Вот я 15 лет в нем нахожусь, 15 лет я им занимаюсь, и я вам точно говорю, вот сейчас самое время, прям, не знаю, просыпаться, вставать в строй и прям быстро-быстро-быстро начинать работать. Итак, я бы хотела с вами поговорить о том, что такое поездка в Турцию, вот с точки зрения, скажем так, меня как партнера и человека, который в этом бизнесе, в принципе, да, то есть, ну, вот я пришла в этот бизнес, несложно посчитать, сколько, 21 год. Вот, 21 год я пришла вот не в ЮДС, а в целом, в партнерский бизнес в сетевой, и вот то, что на сегодняшний день я имею, я имею благодаря именно сетевому бизнесу. Вот, и уже на эти деньги, да, там у меня появились другие компании, там доли в моем участии в других компаниях, уже на эти деньги, там, я занимаюсь инвестициями, прочими вещами, но основное вообще вот ядро, да, то есть то, зачем я изначально приходила, оно именно здесь. И вот еще, кстати, я иногда, ребят, бываю немножко несистемно, но поскольку здесь много новичков, я хочу об этом поговорить. Вы знаете, вот я замечаю такую вещь, что люди приходят в сетевой бизнес и стартуют по-разному. Стартуют по-разному не в моменте того, что у них там, допустим, не знаю, разное количество времени или там разное количество каких-то ресурсов, а стартуют по-разному ввиду того, что у них разный уровень мотивации. И вот когда ты приходишь, например, в бизнес, вот в наш, да, то есть в нашем же бизнесе есть очень много того, в чем ты можешь реализоваться. Помимо того, что ты можешь зарабатывать деньги, ты можешь здесь быть классным оратором, можешь классно на всех орать, шучу. Ты можешь быть очень классным спикером, ты можешь выступать. Ты можешь быть классным организатором, ты можешь организовывать бизнес-завтраки, бизнес-форумы, бизнес-презентации и так далее. Ты можешь быть, допустим, классным куратором, ты можешь выращивать людей. То есть у тебя там, ты можешь быть классным внедренцем, например, ты можешь очень круто внедрять продукт. И это получается, что люди приходят, и у них фокус, знаете, такой вот, а куда бежать? я помню когда вот я сама у меня очень меня всегда продвигала вперед то что у меня очень такой опыт и коммерческий мозг это было всегда детства у меня такое то есть я всегда очень четко понимала да то есть что идея делать и вот этот момент я считаю он один из ключевых когда ты четко понимаешь за какой целью ты пришел твоей личной потому что есть цели допустим за цели компании есть наши с вами цели относительно компании потому что компания для нас с вами это инструмент это наш партнер с одной стороны с кем работа с другой стороны это наш сами инструмент достижение наших целей задач вот и соответственно есть же наши собственные цели за которыми мы приходим правильно элементарно самая начинающая мы хотим купить машину хорошую квартиру хорошие сделать себе ремонт ездить путешествовать купить какие-то классные вещи там и так далее то есть какой-то себе базовый там уход ресторана и так далее это вот банальщина такая которая банальщина вы согласитесь это важно это тот уровень нормы на которые ты выходишь уже дальше там начинаешь каких-то больших глобальных вещах думать но вначале тебе важно вот это вот обеспечить и вот хотела поговорить с вами про турцию но решила поговорить начать проект вот этот момент очень важно держать фокусе и очень часто его люди знаете как-то выпускают из виду и у них начинается такая болтанка то есть вот допустим да там новичок не знаю буквально когда позавчера я кому-то проводила планерку участвовала в сеть короче в общем у меня периодически мне путается в голове с кем я когда общалась потому что это такой постоянный процесс вот но смысл какой смысл такой что люди приходят в бизнес чтобы поменять свою жизнь но иногда проведя там три-четыре встречи они знаете так говорят ой ну вот я не слилась я молодец и мне там типа три встречи прошло вроде как я еще миллионером не стала но я не сливаюсь я держусь я молодец и вот мне в этот момент знаете мне хочется просто как дать по голове мне хочется сказать просто ты приходишь сюда чтобы поменять свою жизнь ты приходишь сюда и ты называешь себя партнером но задай себе вопрос а ты хотя бы сам себе вообще партнером являешься вот это принципиально важный момент и хотя бы сам себе вообще партнером являешься сейчас рабочую фотку себе сделаю все сделала вот и вот этот один из самых важных вопросов который в принципе знаете меня всегда вперед тащил вел вовлекал потому что люди приходят и блин хотят быть миллионерами хотят очень хорошо жить и так далее но при этом когда у них прошло каких-то три встречи да там и допустим а кто-то зарегистрировался кто-то не зарегистрировался то у них начинается такую типу и так далее и вот мне в этот момент хочется знаете сказать что я не буду свое время то есть не куратор должен тратить свое время в этот момент на мозги человека чтобы ему их вправлять вот это только момент важно да который надо понимать что ваша самая мотивация ваше видение ваше держание то как вы держите в голове фокус для чего вы пришли это ваша собственная обязанность я никогда не устану об этом людям говорить потому что например у меня были кураторы мои самые первые пять взрослых мужчин предприниматель представляете себе картину я такая девочка мне 21 год а иначе то опять взрослых мужчин предпринимателей и вот если бы я им сказала что узнаете я провела три встречи но я вот не знаю я вот я еще подержусь я все равно я молодец я держусь и хочется сказать ну как бы ну вы понимаете да как бы как быстро вы меня не отправили куда-нибудь в дальние дали вот и это первый момент такой был лирический эпиграф так сказать нашей встречи и теперь мы переходим уже непосредственно к октябрю у нас в октябре наша традиционная поездка выезда то есть мы как правило его делаем в турцию в турцию потому что эта страна безвизовая потому что она максимально близко от нас максимально комфортная теплая на максимально комфортно по цене и поэтому классическим туда выезжаем вылетаем осенью и собираем там всех партнеров и вот что будет в турции мы уже все это дело составили спланировали да то есть как раз таки я один из тех партнеров да то есть лидерские круг и вот я один из тех людей кто в этом лидерском кругу это самое обучение составляет и буквально когда в пятницу контрольный уже чекинг делали по этому обучению и мы пришли к выводу что мы хотим чтобы люди очень круто научились работать именно в недельных циклах чтобы люди очень круто научились работать именно в квалификации вот клубы хотелось чтобы у вас допустим квалификация директор проходила бы шлейфом вот сама по себе что значит сама по себе то есть у вас ваши у вас достаточное количество партнеров ваши партнеры делают достаточное количество работы да то есть вы точно также мы точно также делаем достаточное количество работы и у вас квалификация директор проходит шлейфом вот не так что знаете там зубки происходит, как я хочу ее закрыть, а у вас просто шлейфом, хотя бы два раза в месяц подтверждается квалификация директора, просто вот так вот на шлейфе, понимаете, а для того, чтобы так сработать, ребят, нужно иметь определенные инструменты, и прежде всего нужно знать определенный ритм работы, как это делать, и вот наша вся Турция, все вот эти дни, они будут направлены на то, чтобы перестроить наши с вами мозги, потому что, например, у меня есть такой опыт, я давным-давно так работала и работаю, вообще всегда так работала, вот, и вся Турция будет направлена на то, чтобы перестроить, не просто, знаете, вот вы приехали, мы такие вам что-то там сказали, такие бла-бла-бла, вы такие, а, понятно, бла-бла-бла, вы такие, ну, бла-бла-бла, все, теперь ты точно премьером станешь, да, премьер квалификации, ты такой, да, бла-бла-бла, ты такой, ну, клево, пошел, что-то, что-то, а ты такой, я опять не знаю что делать мы вставляем очень много практики наша задача не просто рассказать о том что вот так делать это хорошо а наша задача перестроить работу мозгов и перестроить нашу с вами поведенческую модель в течение той же самой рабочей недели если мы хотим работать в рабочих неделях да то есть наших отчетных помним да у нас субботы по субботу идет наша отчетная неделя то наша задача перестраивать себя как бы все свои ритмы перестраивать и у меня например по поводу рабочих вот этих недель я вам скажу только момент значит у меня это было это было это было еще даже не здесь это было долю дс я тоже был значит партнер компания бинар и был момент такой значит мы с иваном своим партнером по аккаунту да то есть партнер для тех кто новенькие они знают и с иваном пришли и мы работали не на короче у нас не было момента что мы работали бы квалификации на вот эти вот все там циклы на недельные циклы просто у нас было много кредитов на тот момент с иваном и нам надо было тупо их гасить нам надо было тупо и работать на кредиты а у нас их было пять я не знаю у кого-то сейчас есть нет пять кредитов вот у нас было пять на тот момент и значит ну и плюс там что-то себе на пожить там ну в общем чтобы оставался какой-то остаток и вот по большому счету да то есть даже там не шла речь у нас с ним там про то чтобы там какую-то глобальную цель какую-то там себе классную купить там за квартиру или машину просто знаете задача чтобы те банки с утра до ночи не звонили потому что у нас на тот момент сложилась ситуация когда банки начинали прям вот я переименовала себе банк который мне звонил там один очень такой частый я переименовала что мой мой миллион рублей в месяц мне а нет мы сто тысяч рублей в месяц мне звонили я написала что 100 тысяч рублей в месяц мне звонили понимаете да то есть это как бы разговор о небольших деньгах да то есть был в моей голове вот и мы собственно говоря работали и даже получалось у нас шли регистрации у нас появлялись клиенты появлялись партнеры но вот этого знаете как-то было вот как сказать как русская рулетка то пусто то пусто то пусто то пусто то вот все разом разродились работали и все классно то все как-то разбрелись уснули я не знаю что с ними произошло и вот этот момент вот этого вот этого вот шатания он очень он просто вот уже хочется строить бизнес хочется строить системный бизнес большой бизнес а вот этого преумножения его у нас не шло но при этом опять таки знаете меня очень выручает тот факт что я обучаться я люблю быть образованные вопросы которыми я занимаюсь то есть не просто говорить на уровне там типа знаете вот ни хреново было бы да я реально читаю книги узнаю вообще про всю индустрию я читала книги про сетевой бизнес на секундочку всяких на мировых авторов и там я читала именно про момент приумножения про то как там начинают строиться большие команды как там вот это все вау происходит и как люди зарабатывают просто миллионы я смотрела на себя и думаю вот где я и дети миллионы что-то я делаю не то но я понимала что раз вся индустрия в целом работает а мы сейчас говорим не про конкретную допустим компанию еще какую-то а мы говорим в целом про индустрии сетевого маркетинга индустрию партнерских программ вообще сетевой маркетинг знаете чем отличается вот есть допустим прямые продажи есть партнерские программа есть сетевой маркетинг вот могу немножечко внести ясность но вы запомните о чем я сейчас говорю потом я вас прошу прямые продажи когда люди просто ходят у них есть планы они что-то продают то есть ну там на эти вот есть допустим там коми выезжора да то есть люди которые ходят по домам что-то кому-то продают это не есть партнерский бизнес и это не есть сетевой маркетинг если что просто у людей у обывателей у них там просто все в кучу у них там и финансовая пирамида там еще что-то кстати как реагировать на финал я ведь как с одной темы на другую как я реагирую если мне вдруг кто-то говорит что ютс а это типа пирамида я говорю подожди ты сейчас вообще о чем финансовая пирамида это уголовно наказуемое дело я строю бизнес но соответственно это две большие разницы я прям сразу такие разговоры потому что но это не позволите идем дальше что такое партнерская программа партнерская программа многоуровневая да то есть вот есть партнерская программа одноуровневая это типа приведи другу получить скидку многоуровневая это когда это идет на много уровней а что такое сетевой маркетинг это скажем так партнерская программа плюс система мотивации потому что в партнерской программе может не быть вот этих всех статусов обучение командной работы кураторской поддержки и так далее чистой партнерской программе этого нет если мы берем как определение а сетевой маркетинг он подразумевает с одной стороны наличие многоуровневых выплат да многоуровневый маркетинг а с другой стороны он предполагает всю вот эту вот ментальную мотивацию и ментальная мотивация вот я за сколько-то 15 лет с людьми работаю я понимаю что вот эта нематериальная мотивация ее никогда не стоит недооценивать нематериальная мотивация это вообще двигатель прогресса то насколько ты в жизни своей замотивированы или ты не замотивированы это очень большая разница потому что наверняка у вас были такие привод и совместно наверняка у вас были такие периоды в жизни когда вот вы знаете как вот просто у нелый человек просыпает и утром вам ничто не хочется у кого такое было поставьте мне троечку кого было такое чтоوف ты просыпаешься у тебя нет сил нет видение нет настроения нет желания ничего не просто смотри Projekt Вот это вот состояние, ребят, его нельзя недооценивать. То есть люди боятся, там, блин, ковида, люди боятся гриппа, там еще чего-нибудь, но вот это состояние, оно ничуть не менее опасное, чем ковид на самом-то деле. Потому что, как говорят, что сопротивляться армии можно, сопротивляться идее невозможно, потому что идея – это такая штука, которая расточек упал и начинает прорастать, 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 прорастать. Все. Если какая-то вот идея просто фиговая проросла в твоей голове, ты потом замучаешься ее вылавливать. Поэтому твоя задача просто отлавливать, знаете, вот на где-то вот просто вот на раннем уровне отлавливать и фиксировать. Это лично моя фишка, потому что, ну, как бы я же тоже живой человек, я могу там, может, кто-то не верит в это, но я могу негативить, ныть, сомневаться, я могу капризничать, я могу беситься. То есть я могу быть ужасная по своему, такому, знаете, внутреннему состоянию. Но, 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 вот в это состояние в него в какой-то момент очень приятно впадать. Почему? Потому что, например, у тебя что-то где-то не получается, а ты такой с утра просыпаешься, и у тебя такая мысль, типа, ты похер на них, на всех, они меня все равно бесят. Да, то есть, как бы в сетевом бизнесе же у нас нет, там, допустим, начальников, там, каких-то, которые будут орать на вас, ну, если только вы не в команде Валеры Ольшинского. Я шучу, шучу, Валера очень хороший куратор. То есть, как бы, в сетевом бизнесе нет такого, да, вот этого, скажем так, вертикального подчинения, когда вы приходите в офис, потому что на вас на алету начал, там, не знаю, ваш начальник, и он вас уволит. Вот, но, да, и вот в это состояние, вы понимаете, вот в эту хандру какую-то такую медленность, вот в это вот уныние, в него впадать, уныние, кстати, в Библии написано, что это грех, на секундочку, грех, представляете, то есть быть в унынии, это грех. То есть мы с вами об этом, как бы, вот, ну, даже не задумываемся, а если даже мы окунемся, вот, какие-то такие более глубокие вещи, быть в унынии, да, то есть, ну, по крайней мере, там, ранее, да, когда люди более, там, на религии были завязаны, быть в унынии считалось грехом. То есть не просто это твой выбор, хочу унываю, хочу не унываю, а это ты грешишь, то есть ты пойдешь там, потому что и грехи еще завали. Вот, и что касается вот этого момента, когда ты немотивированный, ты, по сути, как автомобиль без бензина, и, то есть не важно, ты Феррари, или ты вот просто какой-то, не знаю, там, Вазик, да, там, знаете, такой Бобик, не важно, какая ты машина, если в тебе нет бензина, от тебя не будет проку. В первую очередь от тебя не будет проку для твоих целей. И вот этот момент, как бы, когда ты его понимаешь, и когда ты понимаешь, что за твоими мозгами, за твоим вот этим эмоциональным состоянием следить должен не кто-то, потому что никто не сможет за этим следить. А ты, это же как бывает, вот просто, знаете, вот я здесь на машине, да, например, там, вот радио работает, и включил, скажет, грустная песня. И ты такой, бульк, и провалился в нее. И вот в этот момент, ребят, я себе сразу же так чик и убираю, потому что я четко понимаю, что немотивированный человек – это просто зло, простите меня за мой французский, но это просто. И этот немотивированный человек, он начинает с собой всех остальных подтягивать, потому что ему уже надо с кем-то о чем-то говорить. А знаете, как больно быть немотивированным человеком среди мотивированных. Вот ты приходишь, например, почему люди прогуливают ту же самую Турцию, да, там, или какие-то мероприятия. Вот у нас недавно прошли ВИП-дни, да, вот я вот летала, допустим, на ВИП-день в Краснодар, до этого я была на обучении проводила в Москве. И знаете, как это, вот, то есть были люди, я сто процентов говорю, которые живут в Москве, им даже лететь никуда не надо, и они не пришли на это обучение. И были люди в Краснодаре, которые прямо вот в Краснодаре непосредственно живут, и они не пришли на это обучение, потому что, знаете, как это больно, когда ты такой весь немотивированный, ты уже себе такой, значит, обозначил вот эту вот грустишку, вот эту вот волну грусти. И ты приходишь, где все-таки чокнутые, мотивированные, ходят и говорят, ой, я работаю на свои цели, там, да, у меня что-то где-то получилось, где-то не получилось, но я работаю. Знаете, как это больно, знаете, как это бесит. И вот первый момент, который я всегда обращаю людям внимание, что если тебе больно, друг мой, то ты идешь в нужном направлении. Это не потому, что я так боль дико люблю, но просто я понимаю, что когда ты немотивированный, а это лично, ну, я говорю, это лично как бы в твоей голове происходит, то как бы нарываясь на вот эти вот обстоятельства, там, на людей, которые такие все радостные, классные и так далее, ты испытываешь боль. И только, пожалуйста, от этой боли не прячься. То есть вам надо приготовиться, то есть, как сказать, там, короче, во время бизнеса любого этой боли у вас будет, ну, какое-то количество. Какое-то количество боли, она просто у вас будет немножко другого характера, да, то есть, допустим, там, в том же линейном бизнесе боли, это когда ты, ну, как боль, ну, это как бы так себе приятно, когда там что-то произошло, нужно, допустим, там, денег дополнительных влить, или даже просто ты работаешь на расширение, но в моменте ты тратишь там деньги и так далее, или тебя подвел твой сотрудник. Ну, то есть, много моментов разных боли. А в нашем случае это боль вот такая вот эмоциональная, когда просто получается, что вот ты приходишь, да, то есть, видишь всех вот этих людей радостных, и тебе хочется смыться. В лучшем случае тебе хочется где-нибудь взять кофе, сделать вид, что ты здесь, но сидеть на заднем ряду, или тебе хочется где-нибудь вот просто вот, я не знаю, там, в коридоре тусоваться. Но это самый вот прям неправильный поступок, который вы можете сделать. Если вы чувствуете, что вы где-то отстали, где-то вас подразмазывают и так далее, это нормально, мы все люди. Но в этот момент есть, да, повезло мазохистам не говорю, но в этот момент есть очень правильное решение, просто пойти туда, где есть активные люди. И вот эти моменты еще раз, да, то есть отстригать вот эти все моменты, в которых вас там начинают затягивать какую-то грустишку. Что делала я в такие моменты всегда и по сей день, что я делаю? Во-первых, я читаю. Я читаю биографии разных людей. Потому что если вы почитаете биографии любых людей, вообще, вот просто как под копирку, любых людей, которые добились успеха, у них у всех были моменты провала, вдруг они опустились, когда что-то дико не получалось и так далее. Вот это просто как пить дать у всех абсолютно людей. Это раз. Поэтому читать, что-то смотреть. Но только очень важно, ребят, знаете, опять же, не делать подмену понятий. Когда ты такой с утра проснулся, значит, пошел на пробежку, час бегал там, набегал в свою кучу, все, в Инстаграм выложил, что вот я бегаю, все классно. Пришел домой, сделал контрастный душ, тоже классно. Потом, значит, сел, помедитировал. Все, ты сидишь там, позиция, все классно. Потом пошел, правильно попитался, съел там все правильное количество там, сделал зарядку, еще что-нибудь. Потом пошел, посмотрел, значит, мотивирующее видео. После мотивирующего видео, что правильно, посмотрел еще наше обучение. После наших обучений почитал мотивирующую книжку, и вот уже вечером у тебя ничего не сделано. И ты устал? Да. Время прошло? Да. У тебя результаты будут от этого? Нет. Потому что это есть вспомогательные действия. Это не основные действия, которые ты относишь деньги. В этот момент, опять же, да, то есть откуда я это знаю? Я знаю, потому что я все эти моменты проходила. Я знаю, как затягивать вот в эти вот чрезмерные обучения, какие-то там бесконечные подготовки, переписывания списка и прочую фигню. Вместо того, чтобы просто взять и позвать, и не берешь, чтобы ты говоришь, алло, привет, давай поговорим, у меня есть тебе классное предложение. То есть вот как бы целевые действия их никто не отменял. Теперь возвращаемся обратно, значит. Куда возвращаемся обратно? Куда-то же я с вами шла. На чем я остановилась, когда, помните, я сказала, запомните эту мысль, и мы туда еще вернемся. Сейчас узнаю. Кто-то слушает или не слушает? Напомните мне кто-нибудь, пожалуйста. Турция. Турция – это понятно. Про сетевой бизнес, кредиты. О, вот. Вы ж мои умнички, точно. Так вот смысл в чем, ребят? Я говорила про недельные циклы, про квалификации, про всю вот эту вот связку, да? Потому что, допустим, особенно те, кто сейчас новички, да и те, кто не новички, не всегда придают должное значение этим моментам. И вот смотрите, какая фишка. Когда, значит, мы с Иваном просто работали на покрытие, то есть нам не важно было, там, закрывается там неделя, или там не закрывается, там, у нас какая-то квалификация срастается или не срастается, за нее там 20 баллов или 5 баллов остается, нам это было не важно. Мы считали деньгами, мы считали, что нам нужны деньги на кредиты, плюс нам нужны деньги на пожить, плюс нам нужны деньги на какие-то активности по бизнесу. Вот три параметра, на которые нам нужны деньги. Все, все посчитали классно и пошли эти деньги зарабатывать. И эти деньги приходили, потому что когда ты приходишь четко за деньгами, деньги будут приходить, да? То есть когда ты приходишь, то есть для меня, знаете как, я пришла четко за деньгами и там, допустим, там научиться классно выступать, там, да-да-да-да-да, это все прикладные навыки, но в первую очередь я всегда считаю, ну так, сколько мне это принесет денег, вот. хорошо и вот пока вы так мыслили вот этого вау эффекта не происходило то есть вот этого рычага в котором идет приумножение он как-то не срабатывал он просто не срабатывал и как бы знаете ну то есть говорю что вот то густо то пусто это было как-то не системно это очень сильно раздражало и в какой-то момент времени для меня вот для меня просто дошло даже не так я вам расскажу историю чтобы вы понимали что у нас есть такой партнер на селях она эти сиденья есть она в казани и вот мы с ней в том предыдущем проекте тоже были вместе и она была в нашей команде и представьте себе значит ситуацию то есть мы с иваном работаем просто на наличие денег на кредиты и на пожить чего-нибудь еще немножечко а василя я не знаю она такая умная или как это получилось но василя начала работать на статусы с людьми и она начала закрывать типа знаете наши м2 м3 вот такого уровня статуса региональные менеджеры вот там они немножко по-другому назывались но суть такая же да то есть по циклам она также получалась и вот василя начала закрывать эти статусы людям и была школа вот никак у нас турция типа как наши м3 школа вот кто у нас выезжал знаете да то есть у нас мы делаем выездные мероприятия вот такая школа значит и мы с иваном то есть у нас в одной ветке была василя а в другой ветке у нас были там вот наши там наши всякие разные люди и василя как-то она так обычно скромная василя и как-то она не то чтобы не подавала больших надежд она была классная но как-то вот она такая знаете есть и есть вот василя и василя и что произошло дальше мы с иваном уехали не помню сейчас уже в какой регион короче говоря нас не было в екатеринбурге какое-то количество времени и когда мы вернулись и вернулись мы получается там практически сразу же на это мероприятие а учитывая что мы особо не заморачивались еще раз за количество людей то есть у нас не было вот этого знаете там работы с командой на циклы у нас не было наши собственные работы на циклы вообще ничего не было ну просто такие типа денис надо поехать на школу и он такой да я поеду короче у нас наши ветки где мы работали с иваном целые вдвоем а значит было целых два человека 2 и мы такие типа нормально два человека можно а в другой стороны у нас василя которая абсолютно сама то есть знаете вот первый сколько полгода она у нас вот была в команде и она такая там у нее то получалось то не получалось то она там негативила то еще чего-нибудь короче я уже просто думаю все я сбегу от нее пожалуй впереди и в итоге василя вывезла то есть себя и плюс 18 человек в квалификациях 18 как то есть это еще к вопросу о том что ребят если вы сегодня новичок если там допустим ваш куратор там не знаю раньше вас бизнесе там на много там два года это вообще ни о чем не говорит вообще ни о чем не говорит тут важнее всего мозги и цели и задачи представляете мы с вами такие вот в короне видны корону вот корона значит вывезли целых два человека а василя такая опа и 18 человек и знаете а это была вот выездная школа под екатеринбургом я вам честно скажу это вот первая моя мысль была знаете какая думаю ах ты ж сучка то есть несмотря на то что это в моей команде но моей вот этой внутренней гордости моего эго вот так паршиво но потом ну как бы прошло там ну не знаю минут десять я подышала выдохнула такая думаю так это не она а это я кукушка просто получается я просто знаете вот на тот момент меня василя перепрошила раз и навсегда то есть я четко поняла четко увидела что а не просто это возможно это может любой человек может любая там условная василя которая пришла который полгода сидела вообще особо никаких там результатов глобальных не делала об и все а знаете что она начала делать она начала работать в недельных циклах представляете мне ну вы там что-нибудь поставьте там похлопайте как-нибудь василе вам нравится такой кейс что он привела я вам сейчас следующий кейс приведу вообще выйти в шоке как-нибудь отреагируйте пожалуйста а то я вам тут понимаете вот вы бы хотели 18 человек вывести с собой в турцию в квалификациях от м3 и выше как бы них ринка мне кажется очень даже вот и она начала работать пока нас не было знаете что она начала работать в недельных циклах мало того она не просто закрыла с людьми им квалификации она еще и полностью всех людей обучила быть спикерами у нее появился свой там спикерский чат спикерский короче у нее просто люди все начали выходить на сцену у нее все люди начали работать в недельных циклах я просто я приезжаю а у нее все работает и я так думаю в смысле то есть как это тут же типа я была самая крутая вроде как в моем знаете ли царстве в моем очереди появилась тут Василя и знаете ли все у нее работает и в этот момент я просто для себя я очень выросла благодаря Василе потому что я увидела что любой человек абсолютно любой человек вот у вас сегодня там зарегистрируется человек вообще может совершенно спокойно быть такой что через месяц у него уже будет бодрая классная команда это просто если работать в недельных циклах недельных циклах да то есть когда ты начинаешь его в субботу и заканчиваешь в субботу а не так что у тебя там регистрация будет когда они завершатся в итоге успешным образом вот мысль номер два лично мой кейс точно такой же да то есть когда мы там с Иваном посмотрели что Василя закрыла столько квалификаций людям подпрыгнули как не знаю что и у нас следующая школа вот эта школа была ну типа в июле а следующая школа у нас была такая в сентябре то есть получается что прошло всего лишь три месяца то есть два человека с этой стороны с этой стороны 18 и через три месяца мы с Ваней вывезли на эту школу 35 человек с одной стороны и Василя вывезла 35 человек своей команде то есть чтобы вы понимали у нас в июле было получается суммарно 20 человек а это без нас еще считаю да а получается уже в сентябре у нас было 70 человек 70 человек в квалификации m3 и выше и вот теперь возвращаемся к тому чтобы этот бизнес не был там рулеткой а был именно знаете таким рычагом который качает то есть когда у вас много людей и они все находятся в квалификации у нас же есть показатели там ширина география глубина бизнеса а есть еще четвертый показатель плотность плотность это какое количество людей ну процент соотношения да то есть у вас в квалификации то есть умеет делать какие-то навыки то есть умеет навыки умеет делать квалификацию и так далее какое какое количество людей у вас мотивированных не просто которые там вот они числятся а именно мотивированных людей которые реально ну то есть в ритме работают вот и самое знаете что интересное вот представьте себе значит у нас подписался такой буквально за месяц до той школы вот за месяц до той школы где вот 70 человек было у нас подписался такой один интересный парень миша а интересно он был ровно тем что ничем вот то есть вообще он был диджей кстати из перми вот и представляете себе вообще жизнь диджея жизнь диджея вегетарианцев даже так я бы сказал во первых он бледный как вампир даже немножко синего цвета потому что он ночами работает днем спит соответственно он вообще не бывает практически на воздухе у него ну то есть вот прям то есть человек балетный как поганка просто во вторых ну то есть вот ты смотришь на него думаешь где бизнес и где диджей но как будто бы да ты думаешь но он же диджей ну короче когда меня с ним как-то так мне даже не знакомили а мне просто про него рассказали я звонила партнерам говорю что как как дела какие-то новости вот подписались там такой-то 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 ты вперми был этот парень и вот этот диджей ну как бы то есть вот разговор был примерно такой ну такой как будем растить у нас типа система обучения же есть будем растить окей так вот чтобы вы понимали это диджей ребят зарегистрировал и квалифицировал 10 людей квалификации м2 или м3 выше вот по нашему там немножко по другому поступок типа м3 наших типа эмочек он сделал 10 штук за месяц вы можете себе представить диджея от которого вообще никто не ожидал мы думали что вообще я вообще думаю что диджея как бы они все это такие типа знаете но типа такого нет он прям включился в работу и так вопрос о том что ты никогда не знаешь что как бы как сработает вообще ну то есть кто где выстрелит но тут самый важный момент это работать потому что если ты на события не работаешь то как бы то соответственно ничего не произойдет и две ошибки вы можете сделать в работе вот на мероприятии сейчас допустим на турцию вариант первый это просто туда не поехать не поехать потому что например потому что вам больно потому что вы например того что то не получилось 2 ошибки можете сделать первая ошибка это не поехать потому что у вас например что там что-то не срастается вы думаете ну вот все такие крутые все такие классные а мне больно я не поеду ребят еще раз избегая вот этой боли вы точно никогда не вырастите лучше один раз приехать на мероприятие прочувствовать всю эту боль но перейти с вот как бы с вот этой вот здесь линии с волны вот этого умения какого-то перейти на рабочую волну просто взять и сказать так мне вот это не нужно мне вот это нужно правильно же говорят что каждое утро мы можем выбирать наше настроение как одежду и ты сам может выбрать либо ты просыпаешься весь такой там с грустной музыкой вот в пледике на подоконничке с какао с котом сидишь грустишь и во второй вариант ты приходишь туда где все движут все движухи все классные все интересные и начинаешь сам становиться таким да то есть начинаешь подтягиваться до этого состояния вот это первый момент да ты можешь не поехать либо ты можешь не поехать ну по какой причине например ты можешь не поехать потому что ты уже был а в этом году например там у тебя ну не так там да допустим там ты летом своим занимался что-то что-то короче вроде как я же был зачем мне ехать снова вот я хочу сказать тебе вот конкретно тебе что точно нужно потому что ни одна турция не бывает похоже на вторую потому что мы готовимся всегда индивидуально именно к той ситуации которые вот есть сейчас это сто процентов не так что ты там вот я был я смотрю я видел я знаю не это вообще не так вот далее например может быть такая картина что типа ну мои люди не поедут поэтому я тоже не поеду что зачем мне ехать если вот мои люди все здесь я буду с ними здесь работать пока все уедут мы с моей командой не будем встречи проводить вот это прям вообще топчик когда мне так люди говорят я думаю прям ты гений чертов гений хочется сказать ты разгадал просто вообще секрет этой вселенной то есть пока все уедут на неделю в Турцию мы всей командой будем просто фигачить встречи здесь или там у меня нет команды но я буду сам здесь проводить супер буд全уши отнесет necklace и хочется сказать а что тебе мешает это делать до или после ну как бы на секундочку в чем такая проблема чтобы это делать почему именно в эту неделю то есть почему ты до этого момента всего дня не делал об эту теле у тебя прорвет и просто тут уже ты будешь встречи проводить как-то думать и второй вопрос тебе сразу же так вот так и кинул что тебе я такой же какой ты есть и у тебя что-то не срасталось, и ты такой будешь проводить, тебе говорят, наточи топор, поедь в Турцию, наточи топор, загрузи в себя вот эти ложки, обновления новые, причем обновления же, знаете, что такое обновление, в нашем случае, когда партнер приезжает в Турцию, ведь я же помню, ребят, у меня были, я 15 лет в сетевом бизнесе, за 15 лет у меня было разное, у меня были моменты, когда у меня вообще вся команда там где-то что-то падала, что-то куда-то кто-то не ехал, у меня столько было этих вариантов, и знаете, что происходит, вот в той же Турции, например, я считаю, что это такой, ну, как ему сказать, как он, типа, ну, как обновляющий центр, потому что тебе загружают обновления, в первую очередь, на мой взгляд, эмоциональные, потому что какие-то вот эти моменты, типа там, знаете, умные, да, то есть ты можешь добрать потом на других мероприятиях, да, тебе будет сложнее, но как бы ты доберешь, потому что там увидеть выступление администрации, ты приедешь на какой-то форум, тут посмотришь, там, посмотришь, это больше по времени будет, но все равно как бы, ну, жизнь не остановится, но эмоциональное обновление это просто, это очень важно, потому что мы все живые люди, у нас у всех получается, не получается, у нас у всех будут разные моменты, а даже когда у тебя все получается, оно получается вот на таком уровне, например, да, вот на таком уровне получается, чтобы получалось вот Вот на таком уровне тебе нужно тоже что-то, ну, то есть тебе нужно от чего-то оттолкнуться. И ты можешь это, в принципе, до этого напереть сам. Вообще не проблема, ты можешь это сделать. Но гораздо круче, гораздо круче приехать на мероприятие и это эмоциональное обновление допустить в себя. Через что оно придет? Оно придет через общение со своими единомышленниками. Оно придет через выступление спикеров. Вот это эмоциональное обновление, оно придет через выступление какого-нибудь даже самого новенького спикера. Через разговор в туалете. Могут люди просто в туалете находиться, знаете, вот, ну, разговаривают, руки моют и вот разговаривают. А ты вот услышал рядом, и тебе просто, у тебя инсайд там первого значения. Ты такой, и все, и пошел работать, понимаете? Да, наточить топор, потому что ты своим, как бы, твой топор, пока ты тут проводишь встречи, что-то, что-то, что происходит с топором? Он затупливается. Точно так же, как нож, ты им режешь, 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 он затупливается. Вот мы тебе говорим, приезжай в Турцию, заточи свой топор, и ты сделаешь быстрее работу, которую ты можешь делать год. То есть за месяц быстро сделаешь, все будет классно. Это я вам точно. Вот, если вы знаете, вот за мои 15 лет, хотят меня спросить, что вот самое, блин, важное, что вот есть. Одно из самых ключевых – это мероприятие. Потому что именно на мероприятиях рождаются лидеры. Ты можешь приехать, может быть, ты уже 3 года в бизнесе, и такой, знаешь, там, ну, где-то там в своем бизнесе что-то поделал, здесь что-то поделал, потом нигде ничего не поделал. Может быть такое, и это тоже нормально. Но ты приезжаешь на мероприятие, и именно там тебя включают. Все, ты во включенном состоянии, это совершенно другой, как бы, уровень твоей работы. Это принципиально другой уровень твоего ощущения. Поэтому вот приехать в Турцию для того, чтобы получить вот это эмоциональное обновление, эмоциональную вот эту перезагрузку, знаете, эмоциональное расширение, когда тебя хватает, когда тебя достаточно. Вы знаете, вот есть люди, которые постоянно бегают за кем-то, вот, то есть им надо, то куратора, то еще кого-то. Понятно, у нас есть система работы, где у нас есть трехсторонние переговоры, поддержка кураторов, поддержка команды и так далее. Но есть, хочу сказать, что я только что говорила, вот прям вот, прям только что, только что. А, про достаточность, мысль про достаточность. Смотрите, ребят, на самом деле, вот этот момент, у меня, я от коуча его взяла, у меня такая квинтэссенция всего на свете. Так вот, есть люди, которым всегда кажется, что их недостаточно, что нужен кто-то еще более мощный, более классный, более прокаченный для того, чтобы что-то там. Но, 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 есть очень важная штука, когда ты понимаешь, что меня достаточно. Если я в этом бизнесе есть, значит, все будет хорошо и в компании, и в продукте, и в моей команде, потому что я в этом бизнесе есть. И вот это состояние внутренней достаточности, да, то есть оно восполняется очень круто на таких мероприятиях, на таких выездах, как Турция. Вот, поэтому то, что я хотела вам сегодня, ну, вот одну из основных мыслей донести, это то, что мероприятие, вот тут первая шестка твоя, да, когда ты можешь не поехать, потому что ты там был, и тебе кажется, что вроде как был. Ничего подобного мы каждый раз делаем. Как вы думаете, блин, вот я 15 лет в сетевом бизнесе, как вы думаете, я была в Турции, вот просто ради интереса? Да, по-любому я там была. Я там была уже больше 10 раз точно. И теперь, внимание, вопрос, как вы думаете, есть что-то, чего я не знаю? Типа я вот в прошлый раз была, в этот раз могу и не поехать. Как вы думаете, есть что-то, чего я не знаю? Но я потому и первый человек в компании, что я делаю по системе. И не важно, сколько раз я была в Турции, и не важно, что я там знаю. Потому что есть система, в которой, с одной стороны, вы скажете, ну, ты уже приезжаешь, потому что это твоя сеть, тебе же там надо людей там научить, пообщаться и так далее. Это да, но ведь и я сама расту. Потому что если я сама допущу мысль, что я такая, типа, гуру, все, я все знаю. Нет, мир меняется потрясающе быстро. И вот эта рассинхронизация с командой, рассинхронизация с административным нашим составом, да, то есть рассинхронизация с президентом, и все, это как бы, знаете, это уже вот, ну, несинхронность пойдет. Поэтому я четко еду за синхронизацией. Для меня очень важно быть в одном, вот каком-то, в одной конве с командой лидеров, со своей командой, да, то есть вот со всеми, кто есть, со всеми, кто создает с собой ЮДС. Я буду однозначно в симптомности, поэтому я лечу в Турцию в том числе. И я буду учиться сидеть, ничуть не меньше вашего, в самом-то деле. Я говорю, что, знаете, люди просто очень наивно думают, что, ну, не знаю, типа, ну, вот ты вот такая, потому что ты такая, ни хрена. Я такая, потому что я работаю, это раз, а во-вторых, потому что я учусь. И в-третьих, потому что я работаю по системе. Вот эти вот составляющие, они, как бы, ну, меня ведут. Вторая ошибка, которую ты можешь делать, ты можешь в Турцию поехать, но не сработать на нее. Ты можешь такой думать, ну, ладно, что теперь уже осталось-то, господи, там, сколько, 10 дней, типа, ну, вроде как, что там я могу за 10 дней? То есть я могу только похудеть на 2 килограмма тонни пар, да? Ну, то есть что я могу делать? Знаете, есть анекдот прикольный. В нем будет участник лицо кавказской национальности. Сразу говорю, я не, как это, ну, поняли, короче, я, ну, там, не разделяю нации, но это такой анекдот, по-другому его не рассказать. Поэтому с уважением ко всем кавказцам, но, тем не менее, значит, встречаются два, ну, типа, кого, кто там, два, типа, ну, в общем, два лица кавказской национальности. И один другому говорит, говорит, как зовут лицо кавказской национальности? Скажите мне, чтобы анекдот рассказать, какой-нибудь, типа, Варик, типа, Варик, вот что бы ты делал, если бы у тебя была машина времени? А второй такой, Варик, такой, затонировал бы. Вот, понимаете, это к вопросу о том, что, как бы, чем ты, ну, как бы, как ты пользуешься ситуацией? Если у тебя есть машина времени, а ты думаешь о том, как ее затонировать, ну, как бы, ну, и вот, ну, это бред. Точно так же сейчас у тебя Турция на носу, а ты сидишь и думаешь о том, например, там, не знаю, вот купальник какой купить, да, или там, что, ну, я не поеду, потому, ой, там, я поеду, ну, вот, вроде как, один съезжу, посмотрю. Да нет, мы тебе точно говорим, что надо ехать, вот, не одному. И самое главное, это до последнего момента работать над этим. То есть у тебя, допустим, если уже есть партнеры, но они по какой-то причине не едут, пообщайся вместе с кураторами. Ведь трехсторонние переговоры можно делать не только с партнерами, там, потенциальными, да, кого, допустим, ты хотел бы подключить в команду, а трехсторонние переговоры так-то еще можно делать и по поводу выезда в Турцию, по поводу выезда на бизнес-форум, по поводу там чего угодно можно делать на самом деле трехсторонние переговоры. Собери свою команду, пригласи куратора и приложи усилия, потому что, поверь, вот, на Турцию надо биться за каждого человека в свою команду. Это я точно тебе говорю. Потому что, ну, вот, если бы, например, мы тогда так не бились за каждого человека, не появился бы этот чокнутый Миша, этот самый, диджей, и не появилось бы 10 человек благодаря нему. Понимаешь, это, то есть, это, вау, так вот и произошло, и, то есть, как бы, ну, такие вещи, с одной стороны, ты думаешь, ну, это чисто случайность, ну, сколько таких, Миш, как бы, вот, где ты там, ну, сколько таких диджеев. А с другой стороны, это, как говорят, случайность, это не случайность, да, великий мастер Углэй сказал, если кто-то смотрел мультик, это про панду. Вот, случайность и реально не случайность. Не произошло бы таких случайностей, если бы наша команда вся не работала на квалификации. А она бы не работала на квалификации, если бы мы с Иваном не, вот, не доперли в тот момент, и не начали всех включать именно в недельный цикл. Поэтому недельный цикл не то что... И вот еще раз, да, то есть, по поводу того, как круто работать не только на Турции, а в целом в сетевом бизнесе, это расскажу и уже буду заканчивать, мы как раз-таки будем разбирать в Турции. То есть, у нас Турция вся будет основана, а, на практике, и, б, на практике по поводу квалификации и недельных циклов. Потому что, еще раз, да, то есть, основной инструмент, который есть в сетевом бизнесе, это работа на квалификации и недельные циклы. Это ведет к шлейфам, к регистрациям, это ведет к деньгам, это ведет ко всему очень хорошему. И наша задача не просто рассказать, а прям вот, прям вот, как бы, наработать вот эту тактику именно в недельных циклах. Вот, поэтому это то, чему будет посвящена вся Турция. И вот вы после этой Турции выйдете, и у вас просто вы будете запрограммированы на то, чтобы работать только в недельных циклах. Я надеюсь, что я до вас это прям вот как-нибудь донесла свой посыл. Ну вот, а я готовлю, еще плюсом расскажу, для людей в квалификации директор, я готовлю абсолютно управленческий контент, именно привязанный к сетевому бизнесу, именно как у нас расти к людей, как выращивать, в какой момент, как с ним работать. Потому что я вот вижу, допустим, сейчас ошибку такую у людей, кто работает уже с группами, что, например, у тебя уже группа выросла, а он все еще их там опекает, как не знаю что, а у тебя уже лидеры подрастают. Пока ты с них не слезешь, у тебя новый лидер, ну, как бы, нет, не пойдет наверх. И вот эти все моменты мы будем с вами разбирать очень сильно на моем обучении, оно будет у меня там отдельное, именно для квалификации директоров. Раньше ее смысла делать нет, потому что скажут, ну, нам тоже хочется, ну, всем хочется. Но раньше делать смысла нет, потому что, когда нет команды, знаете, как это, нет ручек, нет конфетки, вот примерно так. Простите меня за черный юмор, но, как бы, нет команды, нет обучения. Смысл у тебя обучать работать с командой, если ты еще эту команду не создал. А вот если ты квалифицировался и успел, то, конечно же, ты попадаешь на обучение, и, безусловно, ну, то есть это будет прям непосредственно очень прикладное обучение, прям прикладнее просто некуда. Ну, вот, поэтому, господа, давайте немножко зафиналим с вами. Сейчас, сейчас, тут все мысли записала. Давайте, пожалуйста, с вами зафиналим, что мы сегодня с вами обсудили. Пожалуйста, напишите мне немножечко обратной связи, какие мысли зашли и вообще, с чем вы уходите. То есть, что для себя полезного вы подчеркнули. Что-нибудь мне, пожалуйста, напишите. Первая поездка в Турцию, Ирина, вам, вы не забудете, ваша жизнь разделится на до и после. Мы же там не только учимся, мы же там еще и тусим, мы же там еще и просто общаемся, так что вам понравится. Напишите мне, пожалуйста, ваша обратная связь. Смогу приехать благодаря моей команде, да. Еще хорошо бы команда приехала благодаря вам. Работать в финансовых циклах, да, работать на финансовые циклы недельные, а не просто на деньги. Потому что тогда появляется ритм, и деньги становятся шлейфом, а вот, ну, как бы, не первой причиной. Поехать в Турцию, но не сработать на нее, это большая ошибка. Даже если получится так, что вы не сработаете, например, да, но при этом вы будете все это время стараться работать, то это будет лучше, чем если вы, то есть вы в любом случае вы вырастите, чем если вы ничего не будете делать. То есть получается, что ты так и так приехал один, но тут разница в том, что ты работал. Но лучше приехать не одному, это точно, с гостями и с партнерами. Так, погнали дальше. В Турции на выездных мероприятиях не сто чем топоры. Да, да, да. Все правильно. Работать на мероприятии. Тоже первая поездка. Класс. Вообще класс. Ширина, глубина, география и плотность. Сразу же себе в голову кладите вот это понятие. Плотность. Это соотношение, сколько у вас на количество партнеров, людей, которые в квалификациях. Все было полезно. Уныние прочь. Уныние грех. Вот. За Турцию нужно биться за каждого человека. Все правильно. Самомотивация, задача партнера, а не куратора. Это однозначно, ребят. Причем, я вам хочу сказать, что вот эта недомотивированность, ребят, это как болезнь. То есть к этому нужно относиться, если ты чувствуешь, что ты немотивированный, ты вялая такая редиска и так далее. Воспринимай, что ты заболел. А если ты заболел, ты же не будешь говорить, ну и ладно, я побуду в этом недельке три. Ты же будешь лечиться сразу же, правильно? Вот надо бить тревогу, потому что психологическое вот это состояние как бы такая же. И еще, кстати, момент. Сдайте анализы. Вполне возможно, что у вас просто упало железо, витамин D там и так далее. И, то есть, короче, возможно, надо к эндокринологу сдать анализы. У меня бывают состояния, когда, знаете, я просто вот такая вот вся. Вот я прям. Состояние, не стояние. Но у меня, моему здоровью это свойственно, что у меня периодически падает железо. И мне ставят железо, и мне так хорошечно становится, вы не представляете. Дальше. Первый раз начу за границу с компанией, поздравляю. Я тоже первый раз в жизни полетела за границу именно, ну как бы вот с партнерской компанией. И у меня это было просто потрясающе. Ваша жизнь не будет прежней, это точно. Так, по системе осень. Да, работать до и после. Еще и плотность. Фокус на недельные циклы. Да, все правильно. Недельные циклы и квалификации. Ох, ребята, я чувствую, после Турции мы с вами вообще взлетим. Потому что одно дело понимать, а другое дело еще и на практике заточиться под недельные циклы. Это вообще прям не одно и то же. Директор до Турции, это было бы вообще круто, да. Уныние, грех. Квалификация в команду и недельные циклы. Обновление ПО. Эмоционального и вот здесь, да, то есть это прям важно. Работать по системе, очень заряжать. Достаточно себя. Вот это чувство достаточности. Меня достаточно. Каждый раз, ребятки, да, вам страшно или когда вам что-то не получается или там еще что-то, когда хочется за кем-то срочно побежать, чтобы вам помогли, просто скажите вот эту мантру. Меня достаточно. И уже из чувства достаточности принимайте решения, делайте какие-то там звонки и так далее. Меня достаточно. Да, Турция, директорское обучение. Работать финансовыми неделями. О, как замотивировало, да, классно. Так, а я являюсь партнером сама себе. Правильно, Олесь. Это вот этот вопрос, я его задала себе через три с половиной месяца, когда я была в сетевом маркетинге, вот еще тогда, 21 год. И я поняла, что, блин, я сама, я, знаете, я задала себе вопрос, я хотела, вот я являюсь не партнером сама себе. И второй вопрос у меня был такой, а я бы хотела, чтобы таких, как я, у меня было 100 человек. Ну, как бы я бы хотела, потому что я такая была активная. Работать на статусе в команде, выглазить, быть на мероприятиях, наточить топор. Вижу, вижу, все, вижу, 100% железа не хватает. Это важно. Знаете, вот он смех смехом, а железо, витамин Д и так далее, это важно. Цикл дисциплинирует. Ешьте поменьше выпечки, тогда мозги будут быстрее работать. Железная Наташа, вообще ни разу не Железная Наташа, я человек в жизни. Сетиво-маркетинг – это партнерство плюс мотивация. И это очень сильная сторона, ребят. Именно вот эта мотивация, это вся карьерная лестница. По сути, это же все условные ценности. Вот если разобраться, вот так головой подумать, то что такое наша карьерная лестница, все эти там наши вип-дни, вип-пакеты, все эти наши, не знаю, выезды в Турцию, в Дубай, там, на итоге года и так далее. Что это такое? Это же все, по сути, там, белый сидеть за столиком, там, вот на итогах года, ты можешь сеть в жопу мира, простите меня, на галерке, а ты можешь сеть за столиком. Это же все, по сути, условная мотивация. Это все условные факторы, которые, по большому счету, то есть никто из нас без них не помрет, правильно? Ну так, если посмотреть, я просто этим, ну, как бы тоже, да, вникала, думаю, ну вот тут что, что, что я не проживу, если меня директором не назовут, или там, ПСД, или еще что-нибудь, ну, там, в Дубай я не слетаю, что ли, сама. Ну, то есть я вот об этом думала, но тут надо понимать следующее, что наши вот эти вот все условности, они существуют как раз-таки для того, чтобы нас растягивать. Потому что, да, понятно, что ты сам можешь в Дубай слетать, понятно, что ты можешь там и в Кроку сам прийти на концерт, не знаю, и понятно, что ты можешь там, ну, то есть ты все это можешь сам. Или ты можешь там всю жизнь прожить, чтобы я никто ПСД не называл, да, как вот у нас там есть статус и 500 циклов в неделю, ПСД называется. Но эти, еще раз, то есть либо ты как бы живешь, ну, то есть вообще можно, по идее, вот, не знаю, там, просто купить себе какую-нибудь однушку, задрепанную где-нибудь там на, не знаю, на окраине города любого, и жить на три копейки на самом деле, и ты можешь прекрасно прожить жизнь. Просто разница же в уровнях, правильно? То есть разница в том, как бы, на каком уровне ты будешь жить. И вот эти все наши условности, они как раз-таки для того и существуют, для того, чтобы растягивать себя. И если, например, ты, допустим, ставишь себе задачу приехать директором в Турцию, и ты туда приезжаешь директором, ты эту квалификацию делаешь, то понятно, что ты можешь ее теоретически сделать и через месяц после Турции, и как бы никто тебя за это не убьет, и по рукам тебе никто не даст. Но поверь, если ты закроешь в Турции, ты кайфанешь больше, потому что ты научишься работать с дедлайном, ты будешь знать, что ты можешь, ты научишься побеждать. Вот этот момент – научи себя побеждать. Научи себя побеждать. Знаешь, вот есть такая фраза, моя, кстати, фирменная тоже, что она у меня на холодильнике висела долгое время, сейчас пока убрала, но почувствую, что я снова пойдешь в себя на холодильник. В каждом действии, то есть мы же складываемся из мелочей, все твои достижения жизненные, они складываются, по сути, из мелочей. И в каждом действии, то, как ты делаешь что-то, так ты делаешь все. И вот фраза, что я учу себя сейчас выигрывать или проигрывать. Вот, допустим, ты, не знаю, захотел, давайте банальный бытовой пример. Ты решил, что ты будешь теперь бегать. Но ты будешь бегать, тебе это важно. Тебя это структурирует, стимулирует, на твое здоровье, на твою форму влияет и так далее. И вот наступает утро, ну, такое, знаете, хмурое, московское, например, утро или там какой-нибудь из другого региона. Холодно, такое промозговое состояние, да, вот эта вот погода такая, такая так себе. И вот в этот момент понимаешь, у тебя мысль какая в голове. Да ну его нахер, останусь-ка я дома. Правильно? Останусь-ка я дома, дома тепло, хорошо, как бы все же понятно, типа, на улице вон сляпать, можно не ходить. Но вопрос, ты отказывался-то как бы от кого? И вот в этот момент просто задай себе вопрос, я сейчас себя учу выигрывать или проигрывать? Потому что относительно твоей цели ты таким решением ты научился себя проигрывать. И таких несколько, там, не знаю, 10 раз подряд ты так не проснулся, да, в нужное время и там не пошел на свою пробежку, которую сам себе запланировал. И все, ты научился себя проигрывать. У тебя уже галочка, твои нейроны научились себя отмазывать, научились не достигать. Ты либо достигаешь, либо не достигаешь. Нет промежутка какого-то. Точно так же, например, там, ты решил, что ты будешь всю неделю проводить встречи, по три встречи в день. И вот, например, там, на завтрашний день у тебя одна встреча сорвалась. Ну, Ведь так бывает. И можно сказать, ну, я же две встречи проведу, и я предварительно и до этого три дня же по три встречи проводил, как бы, что вроде как, ну, что, что, я и так нормальный человек, да? Но вопрос, ты сейчас такой логикой, то есть нам же важна логика, нам важны вот эти нейронные связи, нам нужны наши вот эти вот привычки, то есть как мы привыкли. Что для тебя норма, а что для тебя не норма. Если для тебя не норма побеждать, то как бы, ну, так и будет, всю жизнь будешь чалиться в конце. Знаешь, всегда есть такие люди, аутсайдеры, они всегда где-то уже, к примеру, чалятся, и вот, ну, как бы, от них, им нормально, что у них не получается, им нормально, что у них беспонтовые шмотки, им нормально ездить на беспонтовой машине всю жизнь, им нормально жить где-то там, просто на галерке непонятно где, в страшной квартире со страшным подъездом и страшными соседями. Им это все нормально, и как бы никто не будет осуждать, потому что, ну, это не наша задача осуждать, я с уважением отношусь к любым людям, все нормально. Но вопрос, как бы, почему тебе надо быть таким? Либо же второй вариант, ты себя учишь побеждать в каждом дне. Вот ты утром поставил будильник, и ты ровно в это время встал, ты научил себя побеждать, ты утром поставил себе задачу, что ты будешь бегать, и ты идешь и бегаешь. Не потому, что сегодня такая погода или такая, потому что тебе важно научить себя побеждать. Ты поставил себе задачу проводить каждый день по три встречи, и ты проводишь. И если у тебя вдруг какая-то встреча где-то сорвалась, ты быстренько назначаешь новую, и ты проводишь эти три встречи в день, и ты учишь себя побеждать. Ты поставил себе задачу приехать в Турцию, и ты туда приехал, ты учишь себя побеждать. И вот так ты от одной победы в другой у тебя будет складываться. Поэтому запишите себе этот вопрос, повесьте на холодильник. Пожалуйста, давайте прям сегодня сделаем этот челлендж, реально. Я учу себя проигрывать или я учу себя выигрывать. И чтобы вы каждый день, даже, допустим, хотите похудеть, и к холодильнику только ваша рука такая потянулась к холодильнику, и вы себе только что объяснили, что на самом деле пюрешка с котлеткой – это так-то не углеводы с жирами, а это белок, и это польза, а картошка – это же овощ, а овощи – это полезно, и она же не жареная. Вот как только вот туда вот так вот рука ваша потянулась, а у вас на холодильнике написано, я себя мучу побеждать или выигрывать, или проигрывать. И вот в этот момент ты понимаешь, что ты же себе что говорил, ты себе говорил, что буду я не есть по ночам. Так, я себя учу выигрывать. Закрыл холодильничек, пошел как миленький. Угадайте, почему у меня на холодильнике эта фраза висела долгое время. Именно потому. Так, ладно, читаю, и буду с вами прощаться. Просто мне надо, знаете, я как электрик, мне нужна с вами обратная связь, чтобы понимать из моих вот этих вещей, которые я говорю, что вам заходит, а что вы пока не слышите. Потому что есть же такое, что до чего не до роста, не слышишь. Так, работать на недельные циклы. Прямо сегодня все достаньте своих кураторов, пожалуйста, на тему недельных циклов. Сколько новых знакомых будет в Турции? О, да. Унылых душ сушат кости. Да, так, мантры меня достаточно. Метафоры, ага. Правильно принято решение в Кремле, вот и встречи в Турции. Спасибо, все супер. Уныние греет, да-да-да, мотивирует, должен сам. Любому авто нужно топливо. Финансовая пирамида уголовных бизнесов, это факт. Условная мотивация – это расширение себя, да. Поездки с компанией никогда нельзя сравнить по поездке самостоятельно. Это вообще две разные вещи. Дубай с компанией, Дубай просто – это две. Это и то, и другое прекрасно, но это разные вещи. Научись себя побеждать. Переходить на железные булочки. Да я бы не сказала, на самом деле, мы все живем прекрасную жизнь. Я, например, не железный человек. Просто есть вещи, где я умею сфокусироваться, вот разница. Спасибо, коробочка расширилась, я рада очень. Нравится расти. Как я сейчас сидит еще? Завтраку на ночь, чтобы утро было свободно. Ага, конечно. Учу себя выигрывать или проигрывать, да, да, не вижу. Так, спасибо, очень много пользы. Не хочу быть в жопе мира, это прекрасно. Ну что ж, друзья, на этом я буду прощаться с вами. Значит, у нас с вами совсем скоро будет мероприятие в Турции. Я вас там очень сильно жду. Я туда прилетаю от 14-го, там останусь до 21-го, чтобы вы понимали. Так что захотите раньше прилетайте, пожалуйста. Велка! Вот, посидим с вами поболтаем. У нас будет много классных факультативов, помимо обучения. Будет много классных возможностей пообщаться с людьми партнерами, вообще прям поделиться опытом и так далее. Все, я всех обнимаю. Специально для вас, город Екатеринбург, компания Global Intellect Service из города Екатеринбурга, партнер Наталья Сорокина. Все, пока-пока. Продолжение следует...